Июль 41 года. Идёт третья неделя войны. Рассечённая стремительными танковыми ударами вермахта, бросая военную технику, обузы, теряя кадровые дивизии и армейские корпуса, Красная Армия стремительно откатывается на восток по всем фронтам. От Балтики до Чёрного моря. Потеряна связь. Потеряно единое командование. Отдельные очаги сопротивления ничего не решают в ходе немецкого наступления. Войска попадают в окружение. В плен сдаются батальоны, полки, дивизии. За считанные часы вчерашний глубокий тыл становится фронтовой полосой. ПЛАТАФАТЙНОГИ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ЛАЙИ! 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 ЛАЙИ!.. Опа! Ёба! Ну иди сюда! Старик! Начальник штаба, доложите обстановку. По всем данным, немцы сейчас находятся здесь и здесь. По последней самооперативной информации, вчера эти танки вошли в город Псков. Этого быть не может. Такая информация. А где, черт возьми, наши танки? Авиация наша где? У меня приятель по академии в Киеве служит. По его данным, вчера командующий авиацией западной группы войск генерал Кобец застрелился. Хлюпик! Чем стреляться? Лучше сам бы сел за штурвал самолета. И лично атаковал противника. Ну что ж на нашем участке так тихо? Вчера как раз над нами их разведчик летал. Значит, со дня на день танки и здесь появятся. Ребята, лейтенанты, без очереди пропустите. Проходите, товарищ лейтенант. Давайте миску, товарищ лейтенант. Ничего, ты корми бойцов, я здесь постою. Есть. Давай. Суворов. Я. Ко мне. Есть. Держи. Следующий. Товарищ командир полка, ком взвода Суворов по вашему приказанию прибыл. Какое училище заканчивал? Смоленская пехотная. Значит, ты кадровый офицер? Так точно. Так какого ж ты хрена мне своей интеллигентской любезностью солдат портишь? Это ж армия, война. Это тебе не очередь за билетами на танцплощадку. Это войсковой завтрак. Ты согласен? Так точно. Ты офицер. Завтра этим бойцам за тобой в атаку идти. Ты впереди быть должен, а не стоять с пустой миской сзади. Вот еще раз увижу, получишь семь суток ареста. Иди. Слушаюсь. Давайте миску, товарищ лейтенант. Я вам без очереди возьму. Ложись! Ложись! Лейтенант! Вставай! 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 Св reliиграес! Вставай! Подтянись! О! Вставай! КОНЕЦ 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 Федя! Куда, пацан? Давай отсюда быстро! Федя! Убери не мальчишку! Шустрее, ребята, грузимся! Иди за мной! Федя, ну пойдем же, горем! Быстрее, шевелись, шевелись! Мой мальчик, мы шевелете! Котяпочки! Здрасте! Анюта? Откуда ты здесь? Вчера приехала! Здравствуй! Посмотри, она тебя узнала! Привет! Поздоровайся! Хорошая! Собачку эвакуируйте, Горжет Борисовна! Конечно! Мы столько лет вместе! Я ее щенком брала! И потом эта порода! Алло! Нет! Вы сами мне этот приказ отдайте! Сами! Есть приказ, будем говорить прямо! Уничтожить мясокомбинат! Уничтожайте! А станция? Взорвать станцию? Взрывайте! Но вы лично! Ну зачем вам для этого мое личное присутствие? Но вы же первый! Да я знаю, что я первый секретарь рекома партии, но я же не главнокомандующий! Понимаю! Он отдает все приказы! Главнокомандующий! Товарищ Сталин! И они, будем говорить прямо, одинаково касаются всех и каждого! Значит взрываем? Да! Давай! Давай! Быстро! Эй! Уберите детей с площади! Сейчас машина пойдет! Где дома нужна машина, товарищи Петер? Дети ждут машину! Меня это не интересует! Убираем детей в сторону! Давай! Поехали! Ищите попутный транспорт! Самолетик! Пой самолетик! Петер! 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 Вárias машин, внизу! Ищет машину! Поверь! Аннушка! Ты откуда? Ты как здесь? Вчера на каникулы приехала! Какие каникулы, ты что! Не сегодня-завтра здесь будут немцы? Племеняница моя Анна на каникулы вот приехала. Родители, понимаешь, у нее на море отдыхать поехали, а она сюда на каникулы. Очень приятно. Ты что, не знала, что война? Знала. Дела. Да, будем говорить прямо. С этой войной как-то не кстати. Алло? Мясокомбинат? Нет мясокомбината? Сейчас поедем. Сейчас. Не волнуйся, мой хороший. Сейчас поедем. Сейчас все будет. Да, немцы, будем говорить прямо. Кто бы мог подумать. А ведь мне, Аннушка, в прошлом году предлагали в Среднюю Азию перебраться с повышением вторым секретарем Крайкома партии. Отказался, не просчитал, так сказать, со временного момента. Ну, я теперь не на передовой, в тылу полезнее. Крепить, будем говорить прямо, трудовой фронт, поднимать, будем говорить, откровенно, боевой дух и укреплять сознание масс. Будем прямо говорить, будем прямо говорить. Ну, а с тобой мне что прикажешь делать? Будем говорить прямо, места в машине у меня для тебя нет. Николай Степанович! Николай Степанович! Мы из детского дома, мы уже три дня здесь ждем, нам обещали машину. У нас дети. Вы должны нас помнить, мои детки все время пели хором на всех концертах. Детки пели, помню, про машину не помню. Не вреди мне сейчас, товарищ, песни распевать. Материальные ценности вывозить нужно. Садись в машину, песком едите. Это ваш Бобик-то материальные ценности, дядя Коля. Ты мне еще тут будешь? Поехали! Есть. Понял. Сторону фронта двигались. Воевать хотели ребята. Отвоевались. Ты чего притормозил, Ляушкин? Команда была. А ну, быстро в строй. Пушка целая. Полный боекомплект. Похоронить бы и всех надо, по-христиански. До времени нет. Мы-то пододвижемся, лейтенант. Вы-то сами хоть знаете? Догадываюсь, Прохор. Смотрите, если на немцев норовемся, в этом узком месте они нас всех положат, как цыплят. Здесь же прикрыться нечем. Без паники, старшина. Пулемет ваш отдайте. Зачем? Если ты так немца боишься, еще сбежишь вместе с пулеметом. А нам с бойцами вам факт пригодится. Я от врага бегать не собираюсь. Я по-глупому помирать не хочу. У меня есть жуткое желание увидеть, как они эти суки отсюда драпать будут. Другой разговор. Поставь себе пулемет. Пошли. Забросать артиллерии противника ума много не надо. А вот если вживую, кулак на кулак, штык на штык, тут я лично долго буду сопротивляться. Яйца гаду вырву. Ну, пускай родину не отдам. Я насчет родины мужик жадный. Так что еще посмотрим, кто кого. Если завтра война, если враг нападет, Если темная сила нагрянет, Как один человек, весь советский народ За свободу и вводе встанет. На земле, в небесах и на море Наш напевный, могуч и суровый. Если завтра война, если завтра в поход, Будь сегодня к походу готов. Коля, ты что? Лицо у пары командиру показалось знакомым. Не выдумай, вы поехали. Едем, едем. Ага, едем. Ага, едем. Ага, едем. Ага, едем. И врага, едем. И врага разобьем мы жестоко На земле, в небесах и на море Наш напевный, могуч и суровый. ПЕСНЯ 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 Сашка! Здравия желаю. А это все моих. Уехать не можем. Говорят, евакуация, а какая это эвакуация? Если детей бросили. Мы уже три ночи ночуем в райпотребсоюзе — ни подвод, ни машин. Дальше я с ними куда здесь? Они у меня все казенные. Ни дома, ни поесть, ни папки, ни мамки. Интернат закрыли, с удовольствием сняли. Продукты не возят. Иеди, пожалуйся. Все сбежали. Ты, я смотрю, здесь вроде старший. Что мне делать-то? Марья Васильевна, придумаем что-нибудь. Достань машину в городе, отправим. В городе нет машины, можешь не искать. Хорошо. Будем думать. Решим вопрос. Я умоляю тебя. Да. Дети, пока остаемся здесь, будем ждать товарища командира. Прохоров, иди сюда. Он не бросит нас. Ты пока бойцы в бане моются, закинь-ка свой пулемет наверх. А то мало ли что. Оттуда площадь хорошо просматривается. Слушаюсь. Саша. Я скоро. Глянь, как у меня дома. Здрасте, тетя Люся. Санька Суворов, ты что ли? Я, тетя Люся. Ну, тебя прям в форме-то не узнать. Важный какой. Надолго приехал? На пару часов. Ну, не буду тебя задерживать. Матери привет передавай. Хорошо, тетя Люся. Здрасте. Здрасте. Музей для посещения закрыт, товарищ солдат. На дверях записка висит. У нас эвакуация. А, мельбардон, я сейчас уйду. А, впрочем, если вы хотите поучиться у наших предков, как нужно родину защищать, тогда, пожалуйста, смотрите. Лично мне вы не мешаете. Саша, Сашенька, живой. От тебя? Ты что, куришь, что ли? От тебя-то балкум пахнет. Не, мам, не курю, палы. Не кури. Ничего в этом хорошего нет. Пойдем, я тебя покормлю. Сегодня воскресенье, у меня пирожки с капустой. О, да. Соскучился по-домашнему-то. Сынок, руки мой. Давай. Вот. Давай-давай. Вот. У вас, наверное, в армии там все курят. А ты не кури. Будь примером для своих солдат. Они тебя уважать будут. Будут показывать на тебя и говорить. Вот какой хороший у нас командир Суворов. Не курит. Здоровает. Ух. Хорошо, мам. Как твоя нога? Болит. Ходить совсем уж не могу. Многие сейчас эвакуируются. А я куда ж со своей ногой? Люди говорят, по сто километров пешком идут. Вот. Вот. Видишь, ой, у Харламовых-то обоих убило. И Вовку, и Никитку. В один день. Когда? На этой неделе, в среду, солдат тут много было. Отступали. Кто-то пришел к тетке Шуре. Сказал, убили. Тетка Шура три дня криком кричала. Сразу потерять обоих сыновей. Не прийти, Господи. Только сейчас вот. Кажись, по улице бегали. Мяч гоняли. Поверить не могу. Давай, мамочка, я тебе воды принесу. Дрова колоть не буду, не успею. Времени нет. Я до зимы еще в отпуск приеду. Как только немца разобьем. Нет, 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 нет. Что-то запуталось у меня здесь все на свете. Мне, простите, по вашей вине, музей к эвакуации надо бы наготовить. Собирать ценности. Так что вы уж тут сами посмотрите. Экспонат у нас просто замечательный. Минуточку. Перчатки, между прочим, принадлежали легендарному гусару, генералу Денису Васильевичу Давыду. Когда в 1812 году русские войска гнали Наполеона, Денис Васильевич своим отрядом несколько дней квартировал в нашем городе. Да. Ну, гусары. Выпили, отдохнули. И при отбытии Денис Васильевич свои перчатки забыл. Да. Бесценный экспонат, потому как боевой гусар был, никогда не отступал. Да. А. Да, да, да. За Денис Васильевича. А так. Не, не, не. Кожаные. Лайковые. Где у тебя тут ход наверх, отец? Наверх? Прошу. Прошу, 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 прошу. Дальше. Дальше. Дальше-то что будет, сынок? Мам, я сам точно не знаю. У нас ни полка не осталось, ни штаба. Сейчас у всех задача к своим пробираться. Но враг будет разбит. Ты не плачь, мам. Ты, если мало ли, вдруг немцы, на улицу старайся не выходить. Да куда мне выходить-то с моей ногой? Я вот воды в дом сама принести не могу. Воды тебе на первые два дня хватит. Мне идти надо. Мне еще к Тимохе. Вот, в дорогу. Ребят своих угостишь. Спасибо, мам. Ну, все-все. Все. Все. Не волнуйся, мам. Аккуратно. Ничего не ломать. Здесь у нас тоже музей. Так, 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 так. Осторожно. Осторожно. Угу. Угу. Хорошо-то так. Хорошо. В течение суток происходили упорные бои наших войск с войсками противника на Псковском, Витебском и Новоград-Волынском направлениях. Упорное и героическое сопротивление оказали войска Победоносной Красной Армии под Смоленском. Наши войска неоднократно контратаковали противника и перешли в наступление на отдельных направлениях. А сейчас слушайте концерт… Это отдельный случай. А в целом, конечно, все очень плохо, Саша. Ты бы видел, как тут наше городское начальство драпало. Они, как мой батя говорит, крысы осведомленные. У них одна реакция на опасность – бежать с корабля. Йенс, что там? Что там внутри? Все в порядке. Ты хорошо стреляешь, Йоганн? Они мертвы. Но это гражданская машина. Бог простит нам. На ней не написано, что она гражданская. Поехали дальше. И сошёл. А осадок! А осадок! Сошёл! Мы! Тихо! А осадок! Я не могу! А где теперь? Я не могу! Аме! А мы не хотим! А мы сейчас выиграли! Общепление! Орчатка! Ей-я-boo! Хлопцы, живых я остался один. Навеки умолкли веселые хлопцы, Живых я остался один. Хорошо поют. Надо их чем-то накормить, Катошкия. Дети, война. Хуже не бывает. ПЕСНЯ Чипа, 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 чипа. Ты видишь, что я уцелел. Лети на станицу, родимой, расскажешь, А к сыну бери на расстрел. Лети на станицу, родимой, расскажешь, А к сыну бери на расстрел. ПЕСНЯ 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 Ну давай, держи. Пей. Голос еще лучше будет. Спасибо. Тебя как зовут-то? Фёдор. А меня Георгий. А ты вот эту песню знаешь? В лунном сиянье снег серебрится, вдоль по дороженьке троечка мчится. Не, не знаю. А у нас все говорят, что вы деклассированный элемент. Не верь. Федя, что ты? Я такой же русский, как и ты. Держите. Спасибо. А песня-то хорошая, умная. Ну, ну пойдем. Пойдем к ребятам. Из наших ребят кто здесь? Из парней никого. Всех военкомат забрали сразу на фронт. Орламовых уже убили. И Вовку, и Никиту знаешь? Знаю, мать сказала. Я три раза заходил в военкомат. Не взяли. Не прошел по зрению. А из девчонок кто в городе? Анюта Радищева на каникулы приехала. Анюта Радищева? Да. Да, да ты что? Анюта Радищева на каникулы. Да. 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 Ляушкин, командиру! Привет, Анют! Здравствуй! Сказать, чего хочешь, Суворов? Ты к нам надолго или только портки сменить? Это кто тебе такое сказал? Оно и так видно. Чему ж там тебя учили в училище-то военном твоем? Драпать? Тогда хорошо научили. Я лично ни от кого не драпаю. Фетя! Господи, Фетя! Ух ты, ешкин кот! Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Что это? Пулемен, Прохоров! Я сейчас! Оттушайся, я оттушайся! Это ведь до овын! Ко мне сюда, скорее! Теперь давай... Кого? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не помню, вся городская ребятня тут собиралась. Мы тут всю дорогу пропадали. А теперь он будет защищать нас. Естественная крепость. Ляушкин! Естественная крепость! Это претензий! А-а-а! Давай, миленький! Подожди меня! Давай-давай, пошевеливайся! Веселей, мужики, веселей! В эти сутки продолжались упорные боевые действия на северо-западном и западном направлениях. С большими потерями немецко-фашистским бойскам удалось продвинуться по направлению к городу Псков. Противник потерял более двухсот самолетов и сто пятьдесят танков на Смоленском направлении. Весь день шли ожесточенные бои против мотомеханизированных и танковых частей противника, без успешно пытавшихся прорваться на восток. Ну и ничего. Смоленск-то держится. У нас там наверняка все пехотное училище подняли. А эти сразу почти тысячи штуков. И на отдельных участках фронта остановили продвижение противника. Бои продолжаются. Там за рекой армия легла, безумцы. Армия! Укрепрайоны, танки, артиллерия. Двести тысяч бойцов! То, что я видел своими глазами, это не бой. Это уничтожение. Три дня и нет армии! Безумцы. Где командир? Я. Понятно. Детский сад. Товарищ комдив! Отставить. Сдать оружие и документы. Не понял. Я два раза не повторяю. Личному составу приготовиться к отступлению. На сборы пять минут. Суворов Александр Васильевич? Это кто ж тебя так назвал-то? Мамка. Родители. Ну и что ты тут творишь, Суворов? К какой битве готовишься? Докладывай. Выстраиваю оборонительный рубеж согласно требованию устава и наставлениям по тактике, товарищ комдив. Как учили. С какой целью? С врагом воевать. Город оборонять. Приказ был? Этот город оборонять. Я тебя спрашиваю, был приказ или нет? Да не было такого приказа. Только я так думаю, товарищ комдив, чтобы Родину защищать приказы не нужны. А я родился здесь. Оставить Родину врагу, такого приказа вы мне дать не можете. И никто не может. Тут старики, дети, детдомовских не эвакуировали. Извините, товарищ комдив. Красиво говоришь, комвзвода. Сколько дней в войсках? Прибыл в части, получил под командование 3-й взвод 1-й роты 243-го полка 320-й стрелковой мотопехотной дивизии 20-го июня сего года. Говоришь, ты комвзвода красиво. А вот позиция для обороны у вас хреновая. Вы сами себе поставили под прямую наводку. На вас же одного танкового заряда хватит, безумцы. Сколько у тебя бойцов? Человек 20? Шесть. Со мной семь, плюс ополченцы. Три дня назад у меня была дивизия. Десять тысяч бойцов. Уходил бы ты отсюда, лейтенант. Родина тебя простит. Не могу, товарищ комдив. Правда, не могу. Приказывать я тебе не буду. Парень, ты лихой, бесшабашный. Но только одного этого, поверь, для победы в такой войне мало. Решай сам. Так точно, товарищ комдив. То есть… Спасибо. Миша! Отдай ребятам все, что у нас есть. Есть. Прохоров, сюда! Есть. Ляушкин Перфилов, за мной. Я постараюсь тебе чем-нибудь помочь. Но сильно на меня не рассчитывай. Три дня назад у меня была дивизия, а сегодня остался только он. Разгружаем, ребята. Так, давайте сюда складывать. Ну, поехали, Миша. Миша. Хороший мужик. Оставил нам целый ящик гранат. Это нас радует. Пока нам особо радоваться нечему, Прохоров. Позиция у нас и вправду хреновая. Земля здесь тяжелая, камни. Отличная здесь земля. Гранаты раздайте бойцам, по одной гранате в руки. Слушаюсь. Иди отсюда. Ой. Хорошо копаете, боец Радищева. Грамотно. Где учились? Училась каждый год огород под картошку вскапывать, товарищ командир. Молодец. В гости сегодня пригласишь? Али как? Али как? Радищева, раз ты лопату в руки взяла, значит, ты теперь такой же ополченец, как и все. Боец. Я, как верно ты заметил, твой командир. Я ведь могу и не спрашивать. Не пригласишь сегодня? Назначу тебе ночью специальные боевые учения по индивидуальной программе. И сам их проведу. Шустрый ты. Не шустрый. Инициативный. Завтра немец придет, мне не до свидания с тобой будет. И тебе тоже. А с чего ты должна тебя в гости-то приглашать? С какой стати? У нас с тобой ничего такого никогда и не было? Это у тебя ничего такого ко мне никогда не было. А у меня к тебе всегда было. С первого класса. Что именно было-то, Суворов? Любовь Радищева. И не валяйте дурака, а то семь суток ареста. Понятно? Теперь понятно. Лялышкин, что, иди мешки таскать. Есть мешки таскать. Санька! Иди сюда! К нам гости, Котовский. Да. Не заперто. Чего надо? Мобилизация. Считайте себя, гражданин Самохин, мобилизованным в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Собирайтесь. С какой целью? Война. А вы разве не в курсе? Весь советский народ поднимается на борьбу с врагом. Я такого народа не знаю. Может, вы еще товарища Сталина не знаете? Ну, как говорится, лично не знаком. Да не в этом даже дело. Я русский офицер, и ты меня на испуг не бери, лейтенант. Я немца здесь в шестнадцатом году не испугался, да и сейчас не боюсь. А уж тебя-то. Меня убьют или расстреляют, невелика потеря. Обо мне плакать некому. Одно жалко. Котовский сдохнет. Его кроме меня никто не накормит. Выпьешь? Налью. Я с предателями Родины. Не пью. Во как! Под арест я вас отправляю, Самохин. За дезертирство. Под арест, говоришь? За дезертирство. Ну-ну. Побудь-ка здесь, Котовский. Тебе на это смотреть совсем ни к чему. Явушкин. Чего это с нашим лейтенантом? Непонятно. Может, на гвоздь наступил? По-моему, у него с головой что-то. Гляди, как он ее боком несет. Непонятно. Упал мужа. Скоро, товарищи бойцы, к нам прибудет пополнение. Работа в этом направлении ведется активная. Продолжайте строительство оборонительного рубежа. Да я его не больно. Так, чтоб в голове мозг поправить. Фу. Думаешь, придут меня арестовывать? Да, навряд ли. Они со своими уже наигрались. Навоевались. Теперь у них немец враг. Да и некому меня тут арестовывать. Все разбежались. Вот один. Суворов и остался. Ладно. Не буду я об этом. Товарищ полковник, что же это? Стой, кто идёт? Пропусти. Ты кого ищешь-то, красотка? Мне командир ваш нужен. Суворов. Он у себя в блиндаже. Отдыхает вроде. Вот ты где. Я тебя в гости жду, как договаривались. Кто это тебя так, командир? Небось, на сторону сходил? Что же неудачно-то так? Ничего смешного, Радищева. А Сау кусил. Ну-ну. Да? Бойтесь, О, с Радищева. Они вам запросто могут, как в случае со мной, испортить личную жизнь. Делок ты, Сашка. А ещё учениями угрожал. Мне посты проверить надо. Прохоров? Я. У вас, у тебя закурить есть? А, найдётся. Так вы бросить собирались? Ты сам, Прохоров, родом-то откуда? Из-под Костромы. Красиво у вас там? Красиво очень. Лучше не бывает. А из знаменитостей кто из ваших мест? Аструйский. Да. Хороший роман, как закалялась сталь. У нас другой. У нас старый. Который пьесы про купцов писал. Не читал. А ещё кто? Сусанин из Костромы. О, это наш человек. А река какая у вас там? Волга. А я Волгу никогда не видал. Давай, если к осени войну закончим, к тебе поедем на Волгу. Нам же наверняка всем, кто воевал, отпуск дадут. Поехали. Слушай, мне что-то не нравится, что немцев нет. Ни танков, ни самолётов не слыхать. Вчера была где-то канонада. И всё. Так может покончили уж с немцем? Ты так не шути. Давай в разведку схожу. Один. Ну, возьму и солдата кого-нибудь. Возьми. Ляушкина. Только ты его в узде держи, а то он любопытство много проявляет. И всё не по делу. Я его воспитаю. Воспитай. Дойдёте до Большака, тут пять километров ходу. Посидите у шоссе, осмотритесь пару часов. Сейчас поспите пару часов, потом идите. Лучше мы пойдём. Вернёмся, поспим. Часовой? Я. Рядового Ляушкина сюда. Есть. Ты на ходу спишь, Ляушкин. Сплю. Отставить спать. Есть. Бери он. Пёс-то чей? Выходяйте сюда. Мы сейчас рассредоточимся, Ляушкин. Ты уйдёшь на ту сторону дороги, чтобы, случай чего, мы имели две огневые позиции. Понятно? Угу. Вперёд. И не спать, Ляушкин. Хорошо. То есть, есть и спать. Ты что, меня правда с первого класса? Правда. Прямо любил? По-настоящему? Конечно. А у тебя родители, папа директор школы, мама учитель. А дядя вообще первый секретарь горкома. Я подойти боялся. А тут раз, видишь, война и всё изменилось. Теперь ты начальство над всеми. Ну, так получилось. Мне так больше нравится. Вот только б ещё без войны. А ты смелый, умный, красивый. Тебя все в городе сейчас так уважают. Не то, что этих трусов, которые сбежали. Ты про дядьку своего? Про всех, кто струсил. Предатели. Стой! Что здесь происходит? Собака в лесу? Тут что-то не так. Давай посмотрим. Твои... Ёжкин кот! Пошли, Отто! Осторожнее там. Ладно. Ну и здоровая. Откуда же ей взяться? Чёрт её знает. Псс. Тихо. Эй! Встать! Чё? Чё? Что здесь происходит? Прекрепить огонь. Откуда же! Всё, поехали дальше. Откуда нескольких! Ничего. Просто идёртый русский. Да-да. Ха-ха-ха-ха. Тихо. 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 Лейтенант! 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 Что? Я не буду�� выростка, но не новый богат preservation, но бы не быства, ненависть была SCP — оттуда бежать из военнослужащими. Схортите businesses! Гаррия со общеж gels — Аля! Мам��Activist Small是 Нексыбедовщины! Комиссия Белатине в Azalei в П WOR representing Федор! Федор! Федя! Фёдор. Феденька. Фёдор! Младите! Ой, ёшкинка, взрывай. Что тебе было, Льва? Что ж ты, Беденька? Что ж ты, Беденька? Боже ты. Так ведь и не дали уехать. Мальчика мой, Беденька, господи. Сначала мотоциклисты проехали, которые нашего Ляушкина уснул балбес. Потом прошла огромная колонна. Танги, пехота, бронемашины, всего до чёрта. Уходить надо лейтенант. Я напрямки шёл, по болоту, а они подрасли. Идут в нашу сторону. Саша, через два часа они будут здесь. Скажи что-нибудь. Они все ждут твоей команды. Саша. Александр. Лейтенант Суворов. Скажи же ты что-нибудь. Ты погибнешь. Ты умрёшь. А я что буду делать? Ты слышишь меня? Готовьте людей к эвакуации. В наш город от большака с запада есть только одна дорога. Мы там встанем. Отряд. Становись. Здесь болото. И здесь болото. По обеим сторонам от дороги. Тут речка, мост. Значит с трёх сторон у нас есть союзники. Кишка место тонкое, здесь немцу будет негде повернуться. И чем больше будет его численность, тем хуже ему будет в этом узком месте, верно? Верно. Нужно максимально сжать колонну противника, чтобы им совсем тесно стало. Это мы придумаем как сделаем. Ставим справа пулемёт, пулемёт слева, пушка, ящик гранат. Прохоров возьмешь трёх бойцов, пушку и уже выдвигаетесь. Есть. Два пулемёта с двух сторон и кто-то со мной, кто остановит немцев. Это мы придумаем как. Уже придумал. Красивая история может получиться. Прости меня, господи. Прости меня, господи. Пойдём. Прости меня, господи. Пойдём. Прости меня, господи. Не жусь, господи. Все, мама, родная, мне идти нужно Сыночек, вы догоняйте нас Мам, мне идти нужно, я командир, я должен быть впереди, правда Да, 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 я все, я все понимаю Получится, довезешь его куда-нибудь Не получится, сбежит Значит, будет до конца своих дней одних полевых мышей жрать Ну ладно, ладно, держи хвост трубой, Котовский Все, не плачь Все, хорошо, прощайте Берегите, берегитесь Ты садись с мамой на одну подводу И не волнуйтесь, со мной все будет хорошо Саша, я в еду Держитесь друг друга вместе, не потеряйтесь Я пошел Товарищи дети, пожалуйста, осторожнее Здесь музейные ценности Они еще вашим внукам пригодятся Не топчите им, не пинайте их ногами Хорошо Хорошо До свидания Ну ладно, ну До свидания До свидания До свидания Давай, давай поспешать Давай Давай Девушки отдыхают. Все равно не успеешь. Немец приближается. Слезай. Давай, лейтенант, назад руки и пойдем с Богом. Так. Держи крепче. Ладонь не разжимать. Только по моей команде. Как же вовремя я тебе этот синяк придумал. Ну, буквально, пленный. Командир красноармеец. Вне подозрений. Так, запомни. Вот там она. Ну. За Россию матушку. Вот только спросить у нее не успел. Что ж она меня, грешного, так не любила. Ну, пошли. Что ж. Будем надеяться, в эту минуту кто-нибудь за нас да помолится. Стой. Стой. Это еще что за представление. Отто, ты собираешься в отпуск? Да, как только закончим эту войну. Осторожно. Держи их пока под прицелом. Слушаюсь, господин унтер-офицер. Что случилось? Дальше нельзя, господин офицер. Этот мост заминирован. Ты кто? Я русский. А он? А он советский. Русский и советский – разные люди. Я понимаю. По его приказу, его солдаты минировали этот мост. Вам будет проще его разминировать, если он вам поможет. Брось автомат. Нет проблем. Давай, на! Это ловушка. Огонь! А! Ух! Огонь! Ай-а-оль! Что? Огонь! Ай-а-а! Ай-а! Ай-а-а! Лейтенант! Я! Прикрой! Понял! В лунном сиянье Снег серебрится Вдоль подороженьки Троичка мчится Динь-динь-динь Динь-динь-динь Колокольщик звенит Это же он, это же он Агорь! А ну, дури! Вдоль! Агорь! Агорь! А-а-а! А-а-а! Саша, я очки потерял. А-а-а! А мы сейчас с тобой куда? А мы сейчас с тобой на войну. Шел июль 41-го года. Шла третья неделя войны. А-а-а! 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 До мая 45-го оставалось 1393 дня. А-а-а! 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 Продолжение следует...